Сегодня мы представляем вам самый разнообразный и самый интересный по музыке XVII век, который, наверное, только с XX века можно сравнить по богатству музыкального материала, музыкального наследия. Дело в том, что в XVII веке, во-первых, своего высшего расцвета достигли те музыкальные стили, которые были сформированы в конце XV века и в XVI веке уже утвердились на клиросах царских соборов. В XVII веке приходит очень много стилей нового мышления из Речи Посполитой, приходит барочная музыка, очень разнообразная и очень многостилевая. В дальнейшем государевы певчие диаки в конце XVII века создают еще один новый стиль, и таким образом это действительно самый разнообразный по музыке век в истории литургического пения. И мы начинаем наше выступление с древнерусского многоголосия, зародившегося в Новгороде в конце XV века. Это строчное и демественное многоголосие. Наш концерт открывает многолетие царю Алексею Михайловичу. Это демественное многоголосие. Демественная музыка является самой торжественной в богослужении. Так они писали уже в конце XV века в различных летописях. Первые образцы нотной записи демественного многоголосия появляются в поздние годы правления царя Ивана Грозного. Среди самых торжественных песнопений того времени это многолетие Ивана Грозному, постные песнопения на реках Вавилонских ныне силы небесные, а также вечная память преподобному игумену Сергию Чудотворцу. Изучая рукописи, сталкиваешься с очень интересными примерами. И действительно изучение этой музыки по первоисточникам – это отдельная музыковеческая задача. Демественное многоголосие при Алексея Михайловиче достигает своего расцвета. Создаются циклы божественной литургии, в которых можно насчитать более десяти херувимских, например. Создаются циклы всеночного бдения. Кроме того, демественным многоголосием пели чин пищного действия. Все это уже звучало в XVI веке. В XVII веке все это наконец-то записывают должной нотацией. Все это уже становится графически нам понятным, и это становится возможным расшифровать. Наша первая вещь – многолетие Алексею Михайловичу. Эта композиция достаточно древняя. С этой же музыкой пели многолетие и Михаилу Романову. А также эта музыка встречается и в смутные времена, в рукописях смутного времени, где, естественно, вместо царя стоит обозначение имя рек. Итак, многолетие Алексею Михайловичу, недавно расшифрованное мною, исполняется впервые эта мировая премьера. Благове, благове! Субтитры подогнал «Симон» 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 Все голоса звучат всегда вместе. И вы сейчас слышали в этом многолетии так называемые айнинайки. Это примерно то же самое, что это подражание ангельским языкам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Страчное многоголосие. Знаменный голос стал немного шире, стал немного протяжнее, именно ради того, чтобы остальные голоса успевали показать всеразличные мелизматические интересные ходы. И с этого момента знаменный распев начинает называться путевым распевом. И путевой распев это средний голос строчной музыки. В отличие от неместного распева, троестрочное пение, оно опиралось на систему осмогласия. «Не рыдай мини мати» записано на диске ансамбля «Хронос» «Жизнь Пресвятой Богородицы». Субтитры подогнал «Симон» 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 Разнохваление приносите, Богородицы, поют дьяки полудостойного стиха. То есть одни певцы исполняют нормальным деместным распевом, все вместе один и тот же текст достойно есть. Далее поют подьяки на амвоне честнейшую херувим разную. Один, в данном случае это нижний голос, славя, поет воплощение Господа из и ждителя, из причистой утробы и я, честнейшую всех избранную, и Бог ею плоть прият. От нея же тли и смерти свободшися, недомысленно радующийся тя величаем. Вот этот текст тя величаем все голоса поют уже вместе, они сходятся в конце. Другой певец, в данном случае верх, верхний голос, духом радуясь, вопиет, честнейшую херувим, родши свет прибожественный, прогоняя мрак неведения нашего, свету сподобльшися, чистая мать и дева, тя величаем. Аин же, это как раз демественный распев в демественном четырехголосии, песенную уясняет хвалу без рассуждения, сущую Богородицу поет. То есть он поет основной текст, честнейшую херувим. Аин, в данном случае это путь, духом и радостью и веселяся поет, честнейшую всех превысшую, матерь Бога нашего, святейшую, почтенную от всех родов, прихвальную, пренепорочную, пронареченную всех царицу Деву, нескверную Богородицу, веселящейся вси Дева, тя величаем. Вот таких честнейших разных, их было две, большая и малая, мы исполняем честнейшую малую, и она фигурирует в рукописях самого раннего, еще 17 века, и неожиданно совершенно она появляется в линейной нотации уже в 18 веке, во время царствования Петра I. Немножечко заранее забегая вперед, скажу, что вся эта архаичная древняя музыка, она при Петре I отнюсь не упразднялась, она по-прежнему звучала, исполняясь певчими диаками, наряду с портесной музыкой. Достойно есть для Бога, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В заключении хотелось помянуть тех людей, которые стоят у истоков вообще тех возможностей, что эту музыку можно сейчас исполнять, что у нас есть эти ноты. Самый значительный, наверное, в этих трудах человек – это замечательный теоретик Лада Кондрашкова. Очень многие композиции были расшифрованы мной. Над многими композициями я работаю совместно с немецким музыковедом русского происхождения, с Еленой Черновой, по расшифровкам которой мы будем в скором времени записывать в сеношную демественного распева, которая фактически полностью зафиксирована в сборнике, в круговом сборнике, хранящемся сейчас в Лондоне. И этот сборник будет издан и будет в общем доступе в рамках диссертации Елены Черновой. Итак, сборник, который, скорее всего, был составлен в Москве в конце 17 века, был куплен английским купцом в середине 19 века, и в дальнейшем он был завещан в Британской библиотеке. И такой же сборник еще хранится в Парижской библиотеке, и слава богу, что эти сборники сейчас в доступе, они очень помогают в деле реставрации и, можно сказать, воскресению этой замечательной древнерусской музыки. Сейчас прозвучит совершенно другая музыка, совершенно другая акустическая интонационная сфера будет вам представлена. Мы переносимся уже в эпоху барокко. О барочной музыке будет сказано немного позже. Вы услышите один из самых основных, может быть, простых, но очень значительных жанров русского барокко. Вы услышите канты, трехголосные канты, а именно псалмы из рифмованной псалтири Симеона Полоцкого. Симеон Полоцкий написал эту псалтирь в конце 70-х годов XVII века, и буквально через два года все псалмы Симеона Полоцкого были положены на музыку великим композитором XVII-XVIII века Василием Титовым. Важно сказать, что Симеон Полоцкий изначально создавал свою рифмованную псалтирь, рассчитывая на то, что ее будут исполнять с музыкой. И поэтому его перевод – это не только первый образец русской арифмы, первый образец великой русской поэзии, но это также очень сложный грамматический или, можно сказать, математический перевод. Вся псалтирь, 150 псалмов, а также песнь-песни, все библейские песни и еще много чего. Все это было переведено Симеоном Полоцким на русский язык XVII века таким образом, что в каждой строке одинаковое количество слогов, что позволяет это моментально перекладывать на музыку. И вот эти канты, они, по всей видимости, в первую очередь исполнялись в кругу русской аристократии, русских бояр. И еще важно сказать, что подобная рифмованная псалтирь еще в XVI веке существовала в Польше с польской музыкой, и Симеон Полоцкий уже имел очень хороший пример, но его перевод совершенно самостоятельный. Итак, вы сейчас услышите три псалма из рифмованной псалтири Симеона Полоцкого в исполнении нашей женской группы. Песня. 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 книжными миниатюрами и хранится в историческом музее. Вы можете скачать в интернете текстовую версию рифмованной Псалтири Симеона Полоцкого. Она находится в общем доступе. Ее нотный вариант будет в скором времени издан мной. Почему мы выбрали канты для сегодняшней программы? Помимо того, что эта музыка очень красива, еще важно учитывать следующее. В кантах заложены все основные модели русской барочной музыки, которые можно в дальнейшем прослеживать уже в крупных, масштабных 8- или 12-голосных концертах. Очень многие вещи, которые кажутся нам сложно написанными, авторскими и так далее, на самом деле все это прослеживается на уровне формулы моделей в этой простой трехголосной музыке. Сейчас для вас прозвучит барочный трехголосный концерт уже раннего 18 века, посвященный святителю Николаю. Божественный гром, божественный гром, божественный гром, Труба, труба духовная, труба, труба духовная. Велый, велосадителю и обсекателю ересе, Труицы, угодничий великий, святителю Николаю. Сол ангелы прессоя, святителю Отче Николаю. Боли не пристанно, не пристанно у всех нас, У всех нас, у всех нас, у всех нас. Таким образом мы переходим к барочным концертам. Сейчас мы исполним один из настоящих шедевров этого музыкального жанра – концерт с текстом «Ктоны разлучит от любви Божия». И исполняться будет музыка по рукописи портесных концертов, которая долгое время хранилась в Никола-Вяжицком монастыре под Новгородом. Следует сказать немного поподробнее о портесных концертах. Как я уже говорил, эта музыка изначально была чужда русскому слуху и русскому музыкальному мышлению. Она была занесена из Речи Посполитой. И эта музыка ориентируется на итальянское барокко. Почему? Потому что в Польше король Сигизмунд в конце XVI века принимает католицизм. В то время очень многие северные европейские страны были протестантскими, в том числе Швеция. Польша берет неожиданно курс на католицизм, что было очень важно для Ватикана. И Папский Ватикан всячески поощрял и поддерживал принятие католической веры, а также всех атрибутов католической культуры, в том числе и музыки. И в огромном количестве были посланы различные музыканты, учителя композиции и пения, учителя инструментальной музыки на территорию Польши. Поскольку Речь Посполита объединяла также под собой и Литву, и Украину, и Беларусь, в то время также из Ватикана были направлены иезуиты, которые стали заниматься просвещением и создавать всеразличные коллегиумы, будучи университеты. Один из которых был в Киеве, это Петромогилянская академия в дальнейшем, другой в Вильнюсе. И многие украинские, белорусские музыканты получали вот это уже барочное, европейское музыкальное образование, как Делецкий, может быть, даже и Титов, такого вот западного происхождения. И в дальнейшем этот стиль начинает звучать в Москве при патриархе Никоне, при царе Алексея Михайловича. Первых музыкантов вот этого барочного, многоголосного стиля Никон, как предполагается, приглашал еще в Новгород, где он был митрополитом. От русского исконного многоголосия эти барочные концерты отличаются, во-первых, тем, что эта музыка консонантная, то есть это уже европейское музыкальное мышление, а также эта музыка отличается тем, что голоса звучат не только одновременно, но бывают всеразличные паузы, имитации, звучание нескольких партий или, например, наоборот, хорового тути. Вот такие чередования сугубо из барочной музыкальной культуры. Рукопись Вяжицкого монастыря, я так думаю, я так предполагаю, она была создана тоже на территории Оречи Посполитой, то есть это музыка западного происхождения, о чем свидетельствует, во-первых, то, что тексты, славянские тексты, не затронуты никоновскими реформами, то есть представьте себе барочную музыку фактически со старобряческими текстами. Также в этой рукописи я лично нашел два концерта, где мы сталкиваемся с переводом католических песнопений на славянский язык. Известное песнопение Сальва Реджина, гимн Богородицы, переведен на славянский язык вместе с секвенцией Святому Духу Veni Sancti Spiritus. И что еще можно сказать об этой рукописи? Скорее всего, если в ней наблюдаются вот эти католические песнопения, может быть, она была создана в униадском среде, потому что в первую очередь барочные концерты на территории Речи Посполитой звучали в униадских храмах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 алексея михайловича для руковождения его музыкальным театром и в москве никола делецкий создает свой теоретический труд мусикийская грамматика уже на русском языке нужно учитывать что несмотря на всю уникальность этого труда по сути своей никола делецкий просто копировал трактаты по барочной музыки по основным принципам музицирования которые создавались в европе в италии и в других странах но тем не менее это первый учебник по барочному музицированию в россии и 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 В 50-е годы 17 века среди государевых певчих дьяков возникают попытки создания новых певческих музыкальных стилей, опирающихся уже на западное консонантное мышление, без тех диссонансов, которые вы слышали в строчной и демественной музыке. Долгое время эта уже проевропейская музыка записывалась крюками, и расшифровка этих песнопений – это дело довольно-таки непростое. В какой-то момент возникло, сейчас это принято называть новое трестрочие, это трехголосная музыка уже с консонантной вертикалью, однако у нее есть такие особенности, по которым можно точно заключить, что авторы этого стиля, создатели этого стиля московского, русского происхождения. Мы исполним один записанный крюками покаянный духовный стих, и его консонантная основа была заимствована из очень известной барочной музыки, из так называемой испанской фолии. В дальнейшем этот материал, базирующийся на этой испанской фолии, он часто использовался в Кантах, и уже в 19-20 веке этот же самый материал испанской фолии становится обиходным шестым глазом православного богослужения. Итак, мы исполняем покаянный духовный стих, расшифровка крюковой нотации Елены Черновой. Песня. 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 О неже Оазья, Яков, как любовь вечный, Грефонную скверку желаю, 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 А чему праведному, праведного помилуешь, Боже, линии, сотов, Женгелие, Пасечи Чистого Спасевших, А чем чисто Господень, и что может и вновь, Достойник Госпусь, достойник Госпусь, Достойник Госпусь, достойник Госпусь, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне хотелось бы уточнить один момент относительно первого блока нашего концерта, нашей лекции. Речь идет о демественном песнопении «Честнейшее разное». Я говорил, что это песнопение появилось в пепческих рукописях раннего XVIII века, но на самом деле это песнопение вообще одно из самых первых положенных на демественное многоголосие. Это песнопение, это многотекстовое славление Божьей Матери встречается в рукописях конца XV века вместе с псалмом на реках Вавилонских. Дорогие зрители, к сожалению, время прямого эфира подошло к концу и нашу лекцию о музыке XVII века и начала XVIII века в России мы будем продолжать в домашних условиях. Музыкальные примеры будут звучать с разных концертных записей ансамбля Хронос. Как я уже говорил, мы рассматриваем теперь трехголосное раннее консонантное многоголосие. Как и в строчной музыке, это новое многоголосие использовало один из распевов в качестве своего главного голоса, среднего голоса. Как правило, использовался знаменный распев, но также можно встретить трехголосия греческого и киевского распевов. Эти виды монодии, греческий и киевский распев, появились на Руси также во время Алексея Михайловича и патриарха Никона. Этими новыми видами одноголосного пения озвучивалось то, что раньше читалось или пелось читком на Божественной Литургии, либо на Всенышной. Итак, сейчас прозвучит песнопение «Блажен муж» в стиле раннего консонантного трехголосия. Я буду исполнять один с помощью наложения трех голосов. Расшифровка Елены Черновой. Блажен Божий жене, Расшифровка Елены Черновной, И путь нетестивых погибнет, Аллилуйя. 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 И путь нетестивых погибнет. Аллилуйя. И на людях Твоих благословение Твое. Аллилуйя. И путь нетестивых погибнет. И путь нетестивых погибнет. Аллилуйя. 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 И путь нетестивых погибнет. И путь нетестивых погибнет. В главной мелодии, которая звучит в теноре, используется преимущественно знаменный распев, но также можно встретить четырехголосия греческого, болгарского, жуковского, киевского и других распевов. И что роднит это постоянное многоголосие с древней музыкой Московской Руси, с троистрочиями и демиством? Общее здесь то, что все голоса партитуры звучат одновременно, не встречается каких-либо пауз. И сейчас вы услышите исполнение седьмой евангельской стихиры. Сначала она будет петься одноголосно, как знаменный распев, в замечательном исполнении композитора Александра Монацкого. Это пение знаменного распева очень аутентично. В дальнейшем эта же стихира прозвучит в ее четырехголосном изложении. Седьма и рано, и что у гроба Мария стоишь, Многою тьму имеющей в разуме вне. ПЕСНЯ 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 Жизнь мода овца Христа. Седьма и рано, и что у гроба Марии стоишь, Многою тьму имеющей в разуме в ней. Седьма и рано, и что у гроба Марии стоишь. Звучит песня. 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 КОНЕЦ 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 А сейчас вы услышите очень редкий пример обработки большого знаменого распева в стиле постоянного многоголосия. Первую евангельскую стихиру большой знаменный распев Фёдора Крестьянина. На видео вы увидите фрагмент оригинальной партитуры, то, как эта музыка была записана в начале XVIII века. Надо отметить, что партитурная запись, многоголосная запись – это большая редкость для того времени. Музыка концертного барочного стиля и большинство сборников постоянного многоголосия обычно записывалась отдельными партиями, и эти партии хранились комплектами. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Есть целые циклы песнопений греческого распева, обработанных в постоянном многоголосии. Мы встречаем немало пятиголосных и даже восьмиголосных рукописей в поздние годы существования этого стиля, когда он достигал своего наивысшего расцвета. Сейчас вы услышите одну из стихир праздника Пятидесятницы греческого распева, изложенную пятиголосно в стиле постоянного многоголосия. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Спасибо. Спасибо.